Это программа «Они и мы». Здравствуйте! И вчера мы не смогли закончить разговор, поэтому мы продолжаем тему «Выйти замуж за москвича». Хотя лично для меня эта тема звучит так. Как жениться не на москвичке и не прогадать. И мы продолжаем. Да, разговор получился у нас вчера интересный. Надеюсь, сегодня градус мы не опустим. Я хочу пригласить сюда свекровь, которая сейчас ведет борьбу с будущей невесткой, поскольку считает, что она хочет выйти замуж за квартиру. Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лилия Николаевна. Я в Москве живу с 1977 года. Сама я, значит, как бы считаюсь лимитчицей. Поэтому, если, допустим, из Наха у меня будет, у меня, значит, три сына. Я, значит, здесь их в Москве родила, работала на стройке. Все нормально было, значит, все. Заработали на квартиру? Сама себе заработала на квартиру. Никто, ни от кого я не зависел. Так, ладно, трехкомнатная квартира, все нормально. Вот выросли дети. Старшему 30, 29 и 28. Старший решил жениться? Или младший? Да там не получается. Там, короче, все не имеют девушек. Но у нас, получается, у старшего такая проблема. Да, какая? Значит, девушка как бы из провинции. Она сама из Башкирии. Так. Ну, в общем, девушка такая получилась. Вроде сначала я не знала, что у него девушка есть. Но вдруг я ее увидела. Он живет как бы отдельно, в одной комнатной квартире у него. Вот. У него жилье есть. Я, значит, его спрашиваю. Сань, как у тебя, тебе нравится она? Нравится. Но я говорю, она девушка такая стройненькая, маленькая, хорошенькая, хрупкенькая. Но вроде все нормально. На вид хорошенькая. Но в то же время, дело в том, что я когда к ним в гости прихожу, я там в шоке. От чего? От того, что там такая грязь, хотя он у нас очень аккуратный. Он чистюля такой, в общем, все. Но она, я как ни приду, лежит. Типичная свекровь. Я ей говорю, ты, голубушка, ты когда прибираться-то будешь? Весна пришла, надо окно помыть, шторы постирать. А она учится или работает? Она ничего не делает, лежит. Приехала на заработки сюда. Познакомились они где-то в кафе, в ночном. Получается, ему приходится надо и варить, и готовить. А он вам даруется? Сын вам жалуется? Нет, дело в том, что у меня очень такой мальчик скромный. А что он вам говорит сам? Скажите, пожалуйста, что он думает. Он меня послушайте. Не женился еще? Нет, подождите. Не женился. Он говорит, мама, я очень люблю. Я говорю, ты, любовь это одна. А дело в том, что ты жить в этом хаосе? Неужели? Да еще ладно это что? Вы подождите. Один раз я пришла, открыла свою дверь. Слышу разговор на кухне. Это честно, я говорю, произошло. Она подруге, значит, стоит и разговаривает по телефону. Она меня не видела. Я потихоньку зашла. Говорит, вот мне нужно, самое главное, зарегистрироваться в Москве. Московскую прописку. Все, потом у меня поезд ушел. Вы сыну об этом сказали? Он знает, уже потом узнал. Поздно. Я говорю, ты что делаешь-то, говорю? Ну что ты любишь? Она, во-первых, беленькая. Он очень любил беленьких. Девушка, у меня только беленькая была. А я один раз посмотрела. Выросли эти белые волосы. А там чернота. Она темная. Вторая блондинка не настоящая. Нет, ну дело в том, что... Лилия! Нет, дело в том, что... Лилия, можно вопрос задать? Судя по говору, вы из Севера, нет? Я сама из Забайкальни. Из Забайкальни? Да. Из Сибири. Дело в том, что я не против ее. Я сама такая же лимитчица, все нормально, все. И пусть она будет у меня лимититься. Но ты веди себя нормально, если ты собираешься жениться... То есть правильно... Замуж выходить. Правильно я вас понимаю, что если бы она не красилась, прибирала в доме, но у нее были те же самые мотивы остаться в Москве за счет вашего сына, вы были бы спокойны? Была бы спокойна. Все. Спокойна была бы. Все. Дело в том, что вы поймите, у нее, по-видимому, еще план, вот это, у нее же дочь надо еще привезти сюда. Вы поймите одно. Так ей что и там дочь надо привезти. Я согласна, но парень-то об этом сначала не знал. Не знал, что у нее есть дочь? Нет. Не знал. Я с ним разговариваю. Саша, честно тебе говорю, честно говорю, если на то пошло, она тебе не пара. Вот хотя я против лимитчица, я сама лимитчица пошла. Санек, ну давай, пожалуйста, найди себе нормальную москвичку, которая тебе действительно не будет ее такие палки в колесах, как бы ставить. Значит, для вас принципиальный вопрос. Он не хочет москвичку или не москвичку. А вы знаете, что говорят, что москвички, наоборот, они не убирают, не заставят. Не все такие, не надо, не надо. Нет, конечно, не все. Все. Конечно, не все. И все. Парень такой, он очень чистюль. Если бы он был такой, ему бы все до лампочки было. Ну, вообще, межрался. Мама, мама, пожалуйста, и он убирается. А вы знаете, что прописка уже 20 лет как отменена? Не знаю. Не знаю. Ром, собираю все. Как-то у меня тоже взрослые дети указывают. Сергей, придется скричать. Все. Я не лезу. Вы не лезете. Нет, я не лезу. Вы поймите. Нет. Она об этом не знает. Вы поймите, я снимодельно. Лили. Лили. Вы снимодельно. Пускай они живут, и все. Я со своей супругой живу 24 года. Мы живем, у нас сыну 22 уже будет летом. Дело в том, что если бы воспитывать ребенка таким образом, мальчика или девочку, чтобы он познакомился вот с этой блондинкой и сказал, Маша там или как, все хорошо. Ты любишь меня, я люблю тебя. Но есть такое одно условие. То есть у мамы квартира, это она своим трудом ее заработала. И я не имею права даже думать о том, что я буду там прописывать кого-то. Мы с тобой, как молодые, должны сами что-то заработать в этой жизни. Мама поможет сама. И вот с таким подходом, и вот с таким подходом, все моменты, которые касаются, москвич, не москвич, прописка, они все уйдут. Я, например, такой человек, у меня всю жизнь мальчики были, мне нужна хоть какая-то еще помощница-хозяйка. Что-то не нужно, ничего вам не нужно. Нет, я говорю, что у меня какая-то подруга, так надо быть. Нет, подруга. Ему 30 лет. Нет, не, не, не. А кто-то говорит, не решает. Я просто не в этом делаю. Я не в том смысле сказала, что я вот именно обязана, чтобы у меня подруга была и все. Нет, вы поймите, нет. Совершенно здесь другое. Я просто хочу, чтобы они жили вместе счастливо. Вот войдем в рейс. Спасибо большое. Вы знаете что? Ну, у меня маленький вопрос, да. А, у вас вопрос? У меня маленький вопрос. Я просто вот хочу разобраться, как могло получиться, что вот там сын со своей будущей женой или просто любимым человеком, И заходит, пусть даже любимая мама Сама, со своим ключом Как такое теоретически Даже могло произойти Вы ничего не переживайте У нас все нормально Саша, это Саша, он ей свою ключа дал Она уже, вот знаешь, она дома Все нормально, не переживайте Насчет этого, она просто не надо Из-под тяжка все делать Я так считаю Скажите, пожалуйста Вы как мать, что бы вы выбрали Для своего сына Вот та невестка, которая сейчас собирается стать невесткой Или вот чтобы он один всю жизнь Нет, я хочу, чтобы она исправилась Чтобы у нее никакие тайны не были Чтобы все было открыто Чтобы тайны не было от вас От всех, от нас, от него и от меня Но вы знаете, единственное, что я вам могу сказать Нормально, нормально будет Он женится, не переживайте Очень важно понять, что он взрослый мужчина Его надо отпустить И если он спросит, мама, что ты думаешь Вот тогда надо нам говорить Я знаю, что нужно делать Будет, не переживайте, все нормально будет Я мать такая Да, спасибо большое Я знаю, что нужно делать Что? Заставить сына срочно приватизировать квартиру А потом жениться И прописывать хоть 30 человек Никто ничего не оттяпает Я знаю, что вас дважды Жизнь сталкивала с москвичами Что дважды? Двести дважды Двести дважды? Да Я хочу услышать вашу историю про ваших женихов С которыми у вас не получилось Московских Не получилось никогда и ни с кем Ни с провинциалом, ни с москвичом Так может это дело в вас? А что? Веселая, румяная мадам Умеют шить, варить и в постели золотые руки Я думаю, что после этой программы После этой программы будет очередь из женихов Приехала в Москву Думаю, ну у нас там дураки там Не образованные А здесь образованные С учеными степенями А вас это где? Урюпинск, Майкоп Даревня, одним словом Сколько лет было вам? Первый раз приехала 25 Цель вашего приезда? Выйти за москвича? Нет, да какой выйти? А чего хотелось? 25 лет, молодая Приехала в Москву Артисткой хотел стать Понимаю Дело не в этом Дело в том, что в последний раз я приехала, когда мне было 53 года Сюда И думаю, у нас там все дураки А здесь, наверное, я себе найду Дала объявление, полная блондинка Желает сойтись с мужчиной На его территории А что смешного? А у меня нет территории Ах, написали выстроенное Адрес до востребования Пишут письма Вот я такой-то, мой телефон такой-то Заходите в гости Я иду Мне девчата говорят Ты очень рискуешь А вдруг тебя там прибьют Я говорю, иду по такому-то адресу, по такому-то телефону Если что, ищите там Пошла, прихожу Я преподаватель института Весь в золоте Квартирка вся как игрушечка Не успела я зайти Вот, как видите, у меня жить негде Я говорю, а зачем вы мне писали? Вот я жил с одной студенткой Он в институте преподает Студентка закончила институт Поставила вопрос ребро Мы или женимся, или разъезжаем Ну, расстаемся Я сказал, до свидания Она ушла Я говорю, она студентка Ей 25, да? Мне 53 Что вам от меня надо, говорю У меня жить негде Я говорю, опять не пойму Зачем писал-то мне? Ну, вот видите Вот эта вот хрущевка 18 квадратных метров Там обычно такой карман бывает Где стоит кровать Туда, знаете? А у него вот так вот стенка сплошная В стекле вся И книгами заставлена Вот где жить один диван Я ничего не пойму Ну, думаю, ладно Посидим, поболтаем Вот он включил караокин Начал петь Выскакивает надпись Вы поете хорошо Я говорю, да, я тоже хочу попеть Он мне дал микрофон В это время взял телефон Нажал какую-то кнопку Это стенка, которая стеклянная Поворачивается на 90 градусов И я в это стекло вижу там Здоровенную четырехместную кровать Он зашел туда Взял там телефон на этом самом Опять задвинул эту стенку Пошел на лоджию И начал звонить Пока он там на лоджии звонил Я быстренько сапоги натягиваю В прихожей Вот Он, значит, выходит В чем дело, ты куда? Я говорю, быстро дверь открыла Говорю, я пошла Он стоит Я говорю, быстро дверь открыла Либо я сейчас табуретку возьму Сейчас себе окна пораспластаю Он, ну только скандалов не надо Скандалов не надо Дверь открыл, я ушла Ну и чего? Что это, я не пойму Жених, не жених Что это такое вообще было, я не пойму Ну вот смотрите Мне кажется, такая интересная женщина Может пользоваться успехом Ведь не обязательно здесь А вот, может быть, там у себя Да где угодно Где угодно В любой точке мира Ну вот смотрите Ну вот смотрите Жилаю Майкопе 40 лет, да? Где угодно такие дуракты Вот, значит, у меня трехкомнатная квартира Ну, родительская Вот мама там, хозяйка Вот привожу я Славика Он мне не нравится, пусть он уйдет Ну вот как тут Вот как он Славик ушел, привела Кольку Колька мне не нравится, пусть он уйдет, он много будет А чем не нравится, хоть говорили? У этого Мордоворовская Колька много курит Так Это просто чужие люди Может быть, Колька А Кольки не было с квартирой, чтобы вот перебраться и жить Не было никакого Кольки с квартирой Все и ждевенцы и на букву А Как называется? Альфонс Альфонс Правильно Я просто хочу сказать Мне кажется, вот это более честная позиция Она, конечно, с юмором рассказанная Когда она говорит, что я желаю с площадью Нежели девочке, которая говорит Я люблю, люблю А у себя там в голове вторым планом Они не только оттяпать квартиру Вот это более честно Вот это более честно Если вы в провинциации всех так поступали Нет, не надо всех Намного меньше мужчин бы было Вы попали Вы обратили на нее внимание И понравилась яичница Как, если можно, сразу Я начну с совета Молодым мамам Папам Не очень молодым Нужно воспитывать ребенка так Чтобы он Даже в мыслях своих Не держал Ну, то есть Не бомбить его там Что ты не имеешь права На то, что заработали Вот, уважаемая женщина Мама Папа Это они своим трудом Они жили Заработали себе вот эту несчастную квартиру Вы на меня показываете, извините Там какую-то машину Нет Сейчас на нас уже Это на самом деле Будет вот этот рецепт такой Что не будут бежать там за москвичом Или за москвичкой Потому что человек придет Москвич и скажет Там, Маша Я с удовольствием Мы с тобой поженимся Давай Но мы будем жить отдельно от родителей Потому что То, что мама с папой заработали На это мы не имеем права претендовать И давай будем сами Все У вас сколько детей? И все У меня один У вас один ребенок Я вам скажу сказать Я тоже как двоих детей Хочу вам сказать Что я вот вижу вот ситуации Когда, например, одна мама живет в четырехкомнатной квартире А там, допустим, сын или дочь снимают комнату И правильно И правильно И нет, на мой взгляд Вот я как мать, да Я бы разменяла эту квартиру Для чего мы живем, друзья мои, работаем? Это нельзя Нельзя Несколько жизни Это твои дети Твои внуки Все время мы у другого видим бревно А у себя Это мои дети Нет, дело не в этом Вы как-то их готовите к готовенькому Вот это я не понимаю Это и есть сердобольный характер Вы Не вопрос Слушайте, не попробуй Желаю помочь своим детям Это нормальное желание родителей Но не надо делать с молодых ногтей Чтобы они к этому привыкали К мысли о том, что у мамы У вас мальчик, девочка? Мальчик У мамы четырехкомнатная У мамы четырехкомнатная Мы это самое Подождем, пока мама разменяет И сами ничего не будем делать Зачем? Вы им потом лучше увидите, что они будут тяжело жить Там что-то такое Да вы сами тихонько разменяете И сделайте им на Новый год, на день рождения подарок Но не надо приучать к мысли ребенка Что он все имеет У них появится вкус к жизни Я, допустим, приехал в Москву Я лимитчик Я лимитчик Вы приехали в Москву Сейчас давайте дослушаем Я приехал из города Новосибирска Из Новосибирска Сибиря Контровой Приехал Сибиряки в цене сейчас Да, сибиряки в цене Наверное, я приехал, поступил в вокальную студию имени Гнесиных Общаги нет, у меня родственников здесь нет Хорошо, параллельно поступил на журналистику Жена москвичка? Жена, она относительная У нее была жилплощадь в коммуналке Я даже не знал этого То есть она училась со мной И мы как-то дружили-дружили И вот решили пожениться Пожениться Говорит, давай Я закончил институт Приходим в ЗАГС Это Таганский ЗАГС Сидит женщина такая, лет 70 Уже такая, сталинского Говорит, Сергей У меня, я уже, ну, институт закончил Сергей, а вы что здесь делаете? Я говорю, как я жениться? Женюсь И вот настолько мне Вот этот случай запомнился Настолько мне было неудобно И, ну, как бы, как будто я А хотя, на самом деле Я единственный, наверное, на курсе У меня трудовая книжка была в Новосибирске Я вообще не хотел оставаться По большому счету Я нормально себя чувствовал Там в газете В «Молодость Сибири» работал На ведущих То есть у вас все там в Новосибирске было? Все хорошо, да Ну, вот это то, что называется судьба И, ну, так получилось И она относительно москвичка Но мы живем уже там 24 года И, в принципе, живем хорошо Я иногда... Но этот случай вас обидел, я понимаю Да, и вот как Володя выступал Вот действительно, там, мой ребенок Вы посмотрите паспорт Да не надо, зачем, надо Вот я с женой иногда шучу Я говорю У меня сына Ваня зовут Я говорю, Лен Ну, когда сидим вот так, чай пьем Я говорю, Лен, а ты знаешь Раз пошутил Ваня-то не от тебя Минутная пауза Она Как я же его родила Вы как, на свеченка относитесь? Такие же козлы, как и мой копчане Только с образованиями, со степенями Вот со степенью познакомилась Кандидат физических наук Я, говорит, в своем кругу не могу найти женщину Встречаемся в метро Ну, мне кажется, не повезло со знакомостью Почему сходите? Мне кажется, повезло Да если бы это было раз или два Это было уже 202 Ну, 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 ну Ну, 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 и что это? Встречаемся в метро очень быстро Ему некогда, мне некогда А, встречаемся Ну, уже надо А что вы ржете, я не пойму А что смешного-то? Ну, я знаю, людям А мы встречаемся Мы же хотим понять Мы друг друга-то подойдем Чтобы на дальше свидание назначать Да, пять баллов Чего вы ржете, я не пойму Короче говоря Я мужиков, ну, как сказать Мужики все, вот, которые старые Сейчас дают объявления, да? Они все такие похотливые И все такие сразу Ой, а вы, типа, на что-то там способны Вы вот этого вот хотите Вот этого самого, да? Я говорю, все хотим Забирать себе жизнь И прописки И с этим мужиком, подожди С этим кандидатом физических наук Маленький, толстенький Вот не могу женщину найти Туда-сюда Думаю, ну, о чем с ним говорить? Я физики не знаю, нифига Вот Я его спрашиваю Думаю, сейчас сразу Либо оторшье, либо Он меня оторшьет Я говорю Вы способны на ежедневный секс? Вы прям профессиональная невеста, по-моему Это я когда раньше спрашивала Мужика Он там что-то ля-ля, фа-фа А я его взяла, да спросила А он О, ты много захотела Я руках говорю А так вот Скажите, пожалуйста Скажите, пожалуйста Вот зачем вам сейчас это нужно в Москве? Вот сейчас Вы такая женщина В интересном возрасте Подождите Для чего вам сейчас нужно в Москве-то укрепить? Зайдись и дожить с человеком Господи, боже мой Хоть о ком-нибудь позаботиться по-хорошему Так у себя, может, в Майкопе Вот найти человека Езжайте сами в Майкоп, там и живите Подождите Найдем вам хорошего мужчину Слушайте, еще немножко осталось Этот мужик сразу так, глаза вспыхнули И говорит Ой, я потом хотел сказать Но я не знал, как сказать Меня это больше всего интересует, он говорит Да Вот Я, давайте сразу с вами встретимся Когда будет время у вас, у меня и все такое Ладно, созвонились, встретились, все нормально Все хорошо, туда-сюда Я хочу подробностей, что значит все нормально, все хорошо Семь до упада Ага, хорошо Через две недели меня выгонять из общежития, где я была у сына там прописана Он поступил в колледж, а я при нем Ага Я звоню, говорю Меня выселяют в общежитии Это, возьми меня к себе У нее двухкомнатная квартира Он говорит, а что я дочери скажу? Вот дочь придет, что я скажу? Скажу, женщина мне нравится, пусть поживет Я говорю, пусть поживет, я же не говорю, давай там делиться мне половину Пропиши, запиши Оно мне не надо, потому что я тебе говорю, я на любом столбе пойду и зарегистрируюсь Где хочу Вот А он говорит, позвони мне во вторник Я говорю, тебе, я тебе говорю, у меня завтра суббота, у меня жить нет, где завтра ночевать А ты мне говоришь, позвони во вторник Он опять, позвони во вторник Я говорю, ну и пошел бы ты в таком случае А что я ему еще скажу? И в трудный момент он не хочет меня, значит, никак не поддержать, не пустить, ничего Что там может с ним дальше быть? Ну и все Напугались мужчины, боятся, вот видите как Вот эта позиция честная Давайте вы практическую пользу из программы извлечем Наталья, назовите, пожалуйста, ваш телефон, чтобы женихи с жилплощади Вам звонили, звонили, а вы только отбирали А вы его все равно не перезадите, вырежете Почему? 926-47-79-4-5-8 Я уже 8 лет как законная подмосквичка Прописана здесь постоянно И никакая я не моя копченка, я не бомжиха И пусть никто не боится, а звонят мне по телефону После рекламы вы узнаете историю женщины, матери пятерых детей Которая приехала с Украины и стала москвичкой История потрясающая Давайте послушаем историю На мой взгляд, она совсем нетипичная Да, когда я с этой историей познакомился в сценарии, она меня потрясла Ваша история абсолютно Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Анна Зайцева Я когда-то тоже приехала с Украины И я хочу сказать, что москвичи У меня только о них Я не знаю, я их просто люблю, я их обожаю Потому что сколько я не встречала москвичей вообще в своей жизни Мне никто никогда плохого не сделал Я сюда приехала, как говорится, убежала от своего мужа Ну мы были разведены, но мы очень плохо жили Ну короче, он меня бил Я от него убежала, у нас было трое детей с мужем Вы приехали сюда с тремя детьми? Нет, я сначала сама приехала Дети у мамы побыли Работать? Ну да, как в то время, куда убежать? Как раз было такое время, когда все... В Москву, в Москву В Москву, в Москву А вы кто по профессии? Я бухучет закончила, да, бухгалтер Вот, а приехала я сюда, нашла работу А куда? Продавцом Как все, когда приезжают Вот, у нас в магазине, в этом магазине, в Долгопрудном я была Работал водитель-экспедитор Мужчина высокий, красивый, вообще На него все девочки смотрели, честно Москвич, конечно, москвич Вот, а я не питала никаких иллюзий Почему? У меня трое детей, во-первых, я деревня деревней И мыслей не было вообще У меня не приехали работать Да, я приехала работать, потому что у меня дома трое детей И о них надо заботиться, и все У меня не было мыслей, каких-то корыстных Что я вот сюда приеду, и я здесь кого-то найду Захомутать кого-то Да вообще, даже у меня... У меня не возникало такой мысли Ну, короче, он... И, в общем, он обратил на вас внимание Он на меня обратил внимание сразу Но я подумала, что зачем? Это он надо мной что, шутит или как? Ну, правильно? Конечно, вам уже просто так... Где он, где я, да Вам уже просто так все это было неинтересно Зачем? Ну, в итоге, хочу сказать покороче В итоге мы все-таки с ним стали жить вместе У него в квартире У него в квартире Он... А вы ему сказали, что у вас трое детей? А он сразу знал Потому что там анкета, на работу устраиваешься Там все, он знал Вот Как познакомилась со свекровью, расскажите Со свекровью как познакомились Как... Я по натуре своей женщина как бы хозяйственная Вот И я не могу видеть, что где-то было грязно Или не убрано, или не приготовлено Мужчина должен быть сыт, накормлен и так далее Хорошая хозяйка Так что у меня дети маленькие Я должна это сделать Вот И, естественно, я там в коротенькой Ну, тогда я была, конечно, поменьше фигурой Чем сейчас Вот Прошло время В маечке как бы мужской Ну, как женщины ходят по дому в мужской майке В общем, наводите порядок в его квартире Навожу порядок, да Ну, я с ним... Ну, как, я там живу, как я буду? Беспорядок Белье вывешено Кастрюля с супом на плите Как положено И подметаю в прихожей Звонок в дверь Открываю дверь Стоит женщина С двумя пакетами Муж у меня высоченный Я ему была вот так А тут женщина маленькая Еще меньше меня Да, тогда еще не муж Нет, тогда еще не муж Да, она заходит Здравствуйте Ну, я вижу, что она заходит Прямо как хозяйка Идет Я поняла в этот момент, что это его мама А вы и в трусах, и в майке И с веником И с веником, и с оффом Открываю дверь Но Майка-то, ну Ну, не совсем Длинненькая Ну, так в хозяйстве, конечно Знаете, что вас спасло? Я ждала Что веник у вас был в руках Она сразу поняла, что вы Женщина хозяйственная Ну, она мне сразу сказала Говорит, первая женщина в этой квартире Которую встречает меня с веником и совком Обычно я прихожу И после женщин моего сына Он у матери единственный И любимый И все такое Порядок в квартире Говорит, я не верю своим глазам Заглянула в холодильник Везде заглянула Везде порядок Она Как бы А я думаю, сейчас я смоюсь отсюда Потому что мне Ну, что я тут Кто я тут такая Вообще, что я здесь делаю Вот И сели, поговорили Да нет, муж зашел Я говорю, Сереж, я убежала Он, куда? И выходит Ну, давай, давай, Сереженька Женщина до сих пор Самая лучшая на свете Вот почему говорю Москвичка, но она Чудесная И, короче, они меня хорошо приняли Поехали Они познакомили меня со всей Ихней роднёй И на даче И везде И они настояли на том Чтобы я привезла своих детей Я привезла своих детей Устроила в школу всех троих В итоге мы родили свою девочку Которой уже 11 лет Вот И всё хорошо Так случилось, что Мужа моего как бы Убили До сих пор не нашли кто Девочке моей было 5 месяцев Когда это произошло Но свекрой Вот, москвичи Почему веду к тому Она меня как бы и не выгнала Ничего Не сказала уезжать к себе Нет, она сказала Что я пропишу Свою трёхкомнатную квартиру Я на тебя Запишу Ну, сделали мне дарственную Сделала? Сделала дарственную И теперь И дочь, и я, и мы У нас есть жильё А свекровь жива? Свекровь жива Она к нам приезжает часто И мы очень с ней дружим до сих пор Обратитесь к ней сейчас Вот прям туда Назовите её по имени и отчеству А я её называю мамой До сих пор мама моя Зернова Галена Ивановна Я тебя люблю И ты для меня Очень много сделал в этой жизни И спасибо, Свет, большое Низкий поклон Спасибо Не всех москвичей Испортил квартирный вопрос Не всех москвичей Испортил квартирный вопрос Знаешь почему? Потому что ты сказал Потому что люди не делятся На москвичей и провинциалов А делятся на хороших И не очень Вот тут повезло неимоверно Но видимо сам человек хороший Просто сама женщина удивительная С плохим человеком Хороших событий Произойти не может Это точно Вот и всё Мы сейчас прервёмся А после рекламы Вы узнаете Кого сегодня можно считать Настоящим москвичом Вы смотрите программу И мы обещали Невозможно Вы знаете Я вам зачитаю Вы настоящий москвич Если Хоть раз в жизни Провели в пробке Четыре часа Следите за погодой В Питере И страшно Возмущаетесь Если там теплее Ни разу не были В мавзолее Знаете наизусть Когда день ВДВ Выпускной И день города Чтобы не дай бог В эти дни Остаться в городе Купили годовую карту Фитнес За 50 тысяч рублей А через два месяца Забыли где она лежит Не хотите работать Больше 8 часов в день И не дольше Двух остановок На метро От дома Не носите с собой паспорт И каждый раз Когда он вам нужен Перерываете все полки В доме Я не знаю Кем тебя считать Или москвичом Или В третьем В четвертом поколении Ну не важно Папа у меня с Ростова-на-Дону Вот Он родился И вот Именно не в Москве И вот плод этих знакомств То есть Я Родился я Ну они прожили счастливо 10 лет Так получилось Что они развелись Но дело не в этом Я хочу сказать к тому Что самое главное Не откуда ты Какой ты Вот Если люди любят друг друга Не важно Ты в Москве родился В Володимире В Житомире У меня жена тоже Кстати родилась Не в Москве Просто мама Влюбилась В Узбека Уехала в Ташкент Там у меня Лола родилась Потом они развелись Я имею ввиду Мама и моя теща Развелась своим мужем И она перевезла Двух девчонок В Москву Которые жили здесь Вот с детства Можно сказать Поэтому все зависит От людей От взаимоотношений Вы понимаете Иногда доходит До абсурда Вот когда люди Прожили там Вместе Там я не знаю 15 лет А свекрой говорит Да Ей нужна прописка Она родила уже Двоих детей Ей нужна прописка Друзья мои Не прописывает детей И они не могут Получить Медицинское Обслуживание Вот это все Пойти в детский зал Я хотел спросить А нет такого Или не было такого Положая вот Руку на горло Что вот я москвич И это все таки Некое привилегие Что я все таки Другой Я отличный от других Никогда Никогда не было Скажу больше Не важно откуда человек Действительно Мы У меня в коллективе Все ребята Я имею ввиду Группу Иваношки Андрей из Сочи Вот первый солист Тоже Игорь был ссорен Тоже из Москвы Потом появился Олег Яковлев Он с Иркутска То есть Понимаете в чем дело Нет ну смотри Вот они Откуда ты приехали А ты все таки москвич У тебя больше возможностей Ну вот согласись Вот когда мы учились Да мы у себя в квартире А ребята в общежитие идут Ну это да Это разные Я повезло что родился в Москве У меня любимая профессия Ну просто Действительно люди которые Я не знаю Если бы родился в другом городе Не знаю что было со мной Я может действительно приехал в Москву Потому что я обожаю сцену И обожаю петь Потому что Конечно это город возможностей Да Посмотрите 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 Вот где-то В самых так сказать Провинциальных Вот уже ближе К поселкам Да там Молодежь вообще ничем не знает Они только Простите меня Пьют пиво И занимаются сексом Больше никаких развлечений И поэтому Если у человека возникло Желание поехать Заработать Учиться Заработать денег Зачем далеко ходить Зачем далеко ходить За провинцией Когда она начинается у нас В любом Чертаново В Люберце Где угодно Там те же самые молодые люди С тем же пивом С тем же Необузданным Причем они на выходные Приезжают в центр Да И вот это Поехали погуляем И ходят по Москве Нет ребят Вы зайдите на воскресенье На Арбат И вы видите Просто всю страну Сконцентрированную В желании Хамить Пить И больше ничего Я про другое Смотрите Действительно В последние годы Разница между Москвой И провинцией Стирается Действительно Ну во первых Да Потому что Они в Москву Не едут за колбасой Потому что Товары почти Все везде одинаковые Там даже цены ниже Есть одно Различие существенное Которое и приводит К тем конфликтам О котором мы говорили Обладая квартирой Равной площади Во Владимире В Москве И В Саранске Скажем Москвич В 10 А иногда И в 100 Раз Богаче Вот и вся история Вот это тот Это тот огонек На который Мотыльки и летят Молодой человек Который сейчас Да Вы не очень-то молодой Извините Ну что делать Какая сейчас у вас проблема Ну проблем-то у меня уже Наоборот Наверное Закончились Да? Я вас поздравляю Может поделитесь Ну познакомился я в свое время С одной женщиной Обаятельная Симпатичная Она сама-то вообще-то хохлушкая Я-то сам как понимаете Москвич Ну познакомились Начали встречаться Сперва на улице Потом думаем Где бы еще Ну естественно Она Как говорится Снимает комнату Там подруги Туда-сюда Никак не получается Как это не получается А у вас какое жилье? А у меня Своя квартира С родителями? Ну сейчас Мне все умер Нет вот тогда Тогда родители были Мама Значит у вас была квартира Где была мама Ну да К себе вы везти ее не хотели Почему? Если вы встречаетесь Повелили Почему? Ну вот я и говорю Почему? Матушка уехала в то время В деревню Ну в общем короче Мы с ней сошлись Она посмотрела на мою квартиру Вроде бы все хорошо Все прекрасно Говорит Давай тебе перееду Чего я буду мотаться И тем более Ну вдвоем-то удобнее Платить беженые деньги И деньги тратить на окон И деньги не надо тратить Ну все прекрасно Я это понимаю Я говорю Ну хорошо давай Да и мне веселей Как говорится Никого нету Не надо бегать Она под боком Да Да Я совершенно согласен Ну в общем короче Мы с ней сошлись Проходит некоторое время Она говорит У меня есть дочка Ну прекрасно О чем в этом дело Ее вообще-то Говорит Не мешало бы сюда позвать А то говорит Ну девчонки 18-19 годов Говорит Что она там одна Я волнуюсь Туда-сюда Она там с мамой Ну в общем короче Я говорю Ну пускай приезжает Ну говорю Устроим на работу Куда-нибудь Там А то есть уже Взрослая дочка Ну да 19-й год Ну хорошо А вас Как бы Вот то что вам Сразу она не сказала Что у нее есть дочь Это как-то Да понимаете Да нет Да понимаете чем дело Все мы люди взрослые Я понимаю Что кто-то должен Приехала эта дочка Ладно Вначале она конечно Никуда не хотела Ну устраиваться Там приходишь домой Там бардак Я говорю Слушай подруга Что это за дела Говорит Что она там Убраться не может что ли Она молодая Я говорю Ну и чего Я старый У меня спина болит Ну говорит Вроде она с ней поговорила Все хорошо Но понимаю В чем дело Ей прописка тоже нужна Зарегистрировал время Да Да Им же прописка тоже нужна Ну я говорю Она говорит Подходит ко мне Говорит Слушай пропиши Ну я думаю Ладно Думаю Дай-ка я сперва К ребятам Зайду в отделение милиции В паспортный стол Ну так Для себя Говорю Слушай Ребята Если я пропишу Говорю Как их потом У тебя говорит Квартира приватизированная Я говорю Да На кого На меня Говорит Ну что Говорит Год мы тебе дадим гарантии Ну то есть Если в течение года Выпишешь Ну да Да Захочешь выезд Я говорю А дальше Может через суд Ну или как там Ну говорит В принципе Проблем особых не будет Ну в общем Все хорошо Прекрасная маркиза называется Прописал я их Ну все Жили втроем Да Уже начали жить втроем В общем Короче В итоге Она говорит Ну слушай Пора бы пожениться Но я уже Как говорится Первым браком Немножко Как говорится Был сыт Но понимает В чем дело Когда приехала Дочка У них уже Как-то Ну Дочка Свои отношения Так можно сказать У них там Как говорит Свои дела Я говорю Слушай Короче Мои братья Ну и очень Короче Мы с ней Там Креп Поругались Я говорю Слушай Собирай Монат Я говорю Вообще Чеши отсюда А если Не Послушайте На что Она мне Так Хорошо Ответила Говорит Никуда Я не пойду Я здесь Прописан Да вот Я говорю По-мудрому Я ей сказал По-хорошему Слушай Родная Я говорю Никого Не хочу Вызывать Я говорю Конечно Могу Приголосить Братьев Говорю Тебя Выкинут Просто Ну просто Тихо Мирно Спокойно Я говорю Слушай Я сейчас Вызываю Говорю Наряд Милиции Ну Конечно Не сейчас Потом Я когда Все это дело Пошел Зашел Паспортное слово Их выписал Естественно На что Она конечно Не знала Про это уже Я говорю Слушай Ты уже здесь Вы были все время Вы все время подозревали ее Да Ну как сказать Вы понимаете Милицию Вы понимаете Не то что подозревал Они собирались жениться И вдруг Вот такая история Вы понимаете Ночью не подозревал Не подозревал Ну на всякий случай Как говорится А мало ли что А это мало ли что И случилось Понятно Спасибо Спасибо Во-первых По поводу того Что Как определить Там хищница Не хищница И так далее Ну здесь Позиция она очень простая Вот для начала Надо глаза вывернуть Вот смотреть Не на себя Любимого Или красивую Или еще кого-то А на человека Который рядом с тобой находится И мысли Которые в первую очередь В голову приходят Не о том Как мне там Затылок поцелуют Или еще что-то А чего ты это можешь ждать Ну вот внутренне Я имею ввиду сейчас Не квартиры Не какие-то материальные Там машины и прочее Внутренне Чего можешь ждать человеку То есть вот Когда к ребенку Человеку относится Он думает в первую очередь Не о том Что он может получить От этого ребенка От своего ребенка А чем он может быть Ну вот что он хорошего Может сделать И здесь точно такие же ситуации В взаимоотношениях Мужчины и женщины Еще одна такая вещь Когда люди начинают сходиться И говорят друг другу Замечательные слова Я тебя люблю Очень часто эти слова Через очень короткий промежуток времени Имеют другой смысл То есть я тебя люблю Фактически Ты мне должен Или ты мне должна Это всегда звучит Практически одинаково И в очень большом количестве ситуаций Иногда это знаете даже как Ты где? То есть я тебя люблю Ты где? Ты где? Обозначься Ты рядом, не рядом Точно абсолютно Потому что я тебя люблю Соответственно Ну давай там Развлекай меня Давай Я же тебя люблю Или точно так же В обратную сторону Я тебя люблю Ну так а шуба-то где? Я же тебя люблю И так далее Вот это вот Ты мне должен И мы сегодня слышали этого много Ты мне должен Ты мне должна И так далее И все вокруг этого крутится Но я вот еще на своем Примере личном Просто я сначала Думал не рассказывать эту историю А потом думаю Раз да Раз уж Это просто вот совсем личное Потому что Я наверное с точки зрения Большого количества людей По внешним признакам Абсолютный московский мажор Потому что я родился рядом с Кремлем Я закончил специальную школу Еще советского времени Английскую Я закончил МГИМО Там в армии служил И так далее В 90-е руководил банком Ну то есть вот Классический мажор Прям вот дальше некуда И завидный жених Ну наверное Я У меня самая лучшая в мире супруга Ну для меня по крайней мере точно Вот в этом году у нас будет 10 лет А она не москвичка Вот не москвичка Она не москвичка А почему не москвичка? А у меня не было никаких мыслей По поводу того Что москвичка Она не москвичка То есть да Это вопрос Вот внутренний Мне кажется вопрос Москвич Москвичка Остался Ну где-то в плоскости Советского времени Нет вы знаете Это для вас осталось И сейчас уже мир Все таки Смотрите Все таки Вот эта нелюбовь осталась Я сейчас Нет Я сейчас просто Оправдаюсь за москвичей И скажу следующее Буквально Мы сейчас заканчиваем Почему У москвичей Возникает тот самый снобизм Почему москвичи Так расстраиваются От того что Москва резиновая А именно от того Что на наших глазах Любимый город Превратился в неузнаваемое Неподобие себя И это мы сделали Нет Это не мы сделали Это сделали те Кто считает Москву Лаковым куском И Обратите внимание Обратите внимание Вся провинциальная архитектура Которая была создана На периферии Нашей великой родни Она вся оказалась Здесь в Москве Почему Запросы и требования Такие Москвы больше нет Поэтому тема нашей сегодняшней передачи Даже смешная Москвы Больше нет Если у вас есть история Звоните по телефону Нашей горячей линии Его вы видите на экране Да как здесь в этой студии И с вами будет то же самое Что С матерью троих детей Растерзают просто Вы смотрели программу Они и мы Смотрите и будет вам счастье Увидимся Мужчину нельзя привязать ребенком То есть это Для девушек Для девушек Это Очень немаловажно Не старайтесь Когда парень еще молодой У него все эти стереотипы О женщинах И о мужчинах Почему-то очень сильно Вот прям в голове Сконцентрированы Самое главное Заблуждение женщины Что мужчине секс нужен Больше чем ей Вот эти вот ми-ми-ми истории Меня не волновали там Да она говорит Синну скажи мне слово любви Ну там не знаю Цветочки что-то Ксюш ты о чем вообще Мы действительно заблуждаемся Когда думаем о том Что мужчины знают Чего мы хотим Есть хорошее рассказывание По этому поводу У вас никогда не будет Второго шанса Прозвести первое впечатление Да это я Мое любимое выражение Любовь мужчины Лежит все-таки Не через желудок А через глаза Мужики Вот вы сказали Да что вы не любите стерк Теперь поднимите руку Кто с ними живет Вот АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ